добрый день николай хотели сегодня поднять тему фармакологии потому что это сейчас такая насущная тема я в свое время очень негативно к этому относилась и всегда говорила что не дай бог надо работать на собственных ресурсах поэтому вот в первую очередь представьтесь какое вы отношениями эти фармакологии и чем вы занимаетесь привет спасибо что вы предложили поучаствовать в этой дискуссии очень интересный меня николай лихоносов я врач-эндокринолог я занимаюсь спортивной эндокринологии уже довольно давно я написала кандидатскую диссертацию на тему восстановление системы гипофиз гонадов мужчин после использования анаболиков так что в целом виду много спортсменов которые используют эти препараты я глубоко погружен в эту тему и в целом хотел поделиться тоже своим опытом вот с ребятами которые в целом может быть и хотят их использовать но не понимают что их ждет и вообще что это такое так что в целом давайте сделаем так я буду это все рассказывать только с позиции врача врача-эндокринолога я подготовила несколько вопросов но они в принципе примут в тему чтобы максимально пояснить людям что такое фармакология насколько она может влиять отрицательно насколько она может положительно все зависит как его правильно использовать ну давайте вот с первого вопроса что такое фармакология говоря об этом термине что мы подразумеваем ну смотрите если мы будем рассматривать не с точки зрения там термина фармакология это наука да если мы будем говорить о препаратах это прежде всего любой препарат который улучшает производительность и соответственно реакции нашего организма значит эта группа препаратов к ним мы относим стимуляторы различного рода гормон роста это не анаболические андрогенные стероида мы относим туда анаболические андрогенные стероиды в том числе там тестостерон праверон прочие там препараты которые очень часто используют скорость на силовых вид экспорта то есть это в целом любой препарат который может улучшить производительность нашего нашего организму, чтобы мы сделали чуть больше, чем мы можем без этих препаратов, восстанавливались быстрее и так далее. То есть речь идет о том, когда мы используем какой-то препарат, не всегда гормональный, например, федрин, мы используем препарат, который стимулирует нас и помогает восстановиться или сделать там большую физическую нагрузку, чем мы могли без использования данных препаратов. Отличается ли фарма от пептидов и спортивного питания? Ну скажем так, от пептидов не отличается, потому что фарма это, ну как бы, и есть пептиды, да, в том числе это препараты, которые улучшают производительность. Есть несколько видов пептидов, они в основном на основе гормона голода грелина, заставляют они вырабатываться больше гормона роста, который улучшает восстановление нашей мышечной ткани, да, вообще в целом всего организма. Поэтому в глобальном плане пептиды это тоже фармакология. Спортивное питание это биодобавки, это отдельный вид макронутриентов, которые мы можем использовать без, сколько так, страта какого-либо, потому что это то, что не вредит нашему организму. Но если возьмем тот же протеин или быца, если мы не набираем нужного количества белка, то, пожалуйста, это прекрасный источник получения вот этого необходимого макронутриента, чтобы восстанавливать мышечную ткань. Если опять-таки вернемся к пептидам, есть разные там пептиды, например, HGH там или, ну, прочие вещи. Короче говоря, это пептиды, которые улучшают, скажем так, они могут действовать наподобие какого-либо гормона, который у нас вырабатывается, да, в организме. Чаще всего наподобие гормона роста или это пептид, который заставляет наш гипофиз вырабатывать чуть больше гормона роста, чем вырабатывается сейчас. Естественно, это запрещенная история. Проблема этих пептидов заключается в том, что это абсолютно неизученная тема. То есть, если, например, мы знаем, что тестостерон в качестве анаболиков, да, используется с 60-х годов активно, мы знаем примерно к чему это приводит, как это развивается, какие там есть осложнения, побочные эффекты и прочее, то в отношении пептидов несколько проблем. Первое, это неизученная проблема, второе, это восстановка Китая, то есть мы не гарантируем вообще никакого качества, да, если, например, предполагается, что этот пептид будет работать как гормон роста, это абсолютно не так. Ну, есть еще такой интересный пептид, как меланатан-2, может быть, слышали. Это пептид, который изначально разрабатывался для лечения рака кожи у людей, но развитие этой темы было остановлено на этапе, когда проводилось исследование на животных, и, соответственно, пептид вызывал там кучу осложнений, но, тем не менее, для людей это не допустили, но сейчас это все оффлэйбл активно принимается для улучшения загара, то есть здесь масса есть, скажем так, различных влияний, депетидах на организм. Принимая фарму, стоит ли дополнять ее спортивным питанием? Вы знаете, еще раз, давайте мы разделим сейчас эти два понятия. Если вы используете фармакологию, вы можете не использовать спортивное питание ровно так, как и наоборот. Если вы используете спортпит, это просто добавка, скажем так, к еде, к пище и так далее. То есть, если вы действительно не можете набрать нужное количество для вас белка, и хотите, чтобы это было сделано качественным протеином, без проблем, это все относится к нутрициологии, к питанию спортсмена, которое очень важно. И в подавляющем большинстве именно режим питания, правильно составленный комплекс биологически активных добавок, непосредственно вот эти, я условно их назову, протеин ДМБЦА, именно это позволяет поднять планку своего, так скажем, физиологического предела, да, без использования фармакологических препаратов, к которым мы относим там анаболики в том числе. То есть, это не обязательно, это два разных направления. Ну она же девочка! О, бить, бить, конечно, на характере! Друзья, мы... Вов, можешь вот так держать? Друзья, мы с партнером Бэт Виннер решили вас порадовать подарком. Прибет за комментарий под этим видео. Выберем случайным образом. Из всех комментариев ссылка на сайте и промокод КИТЭК с закрепленным комментарий под видео. Заходим и можем выигрывать. В вашей практике были случаи, когда прием препаратов приводил к плохим последствиям? Смотрите, у меня отсутствует такой опыт, который привел... В результате анаболиков это все привело к каким-то необратимым последствиям. Но чаще всего, с чем я сталкиваюсь? Я сталкиваюсь с людьми, которые хотели один раз попробовать данный препарат. И в дальнейшем все это выливается в зависимость. Дело в том, что анаболики, они тоже влияют на центральную нервную систему. Примерно так же, как и наркотические препараты. Это приводит к тому, что человеку хочется еще, еще и еще. Да, анаболики, они могут не так сильно вызывать такую острую зависимость, как, например, там, отвертые наркотики. Но, тем не менее, это может быть. И, соответственно, человек, когда использует анаболики, он прекрасно знает, какой у него организм, как он реагирует на тот или иной стресс, как он отвечает на нагрузку, сколько у него сил, какая мышечная составляющая у него. И ему хочется постоянно быть в этом состоянии. Поэтому, с точки зрения такого, знаете, негативного, колоссального эффекта, это развитие вот прямо зависимости. А если мы говорим о других последствиях, да, чаще всего у людей, которые используют анаболики и не проводят правильного восстановления после этого, мы видим низкий уровень тестостерона. То есть анаболики уже не принимаются и, соответственно, сдаёт анализ наш спортсмен и видит, что тестостерон у него там внизу болтается, то есть у него отсутствует собственная выработка этого гормона. Да, конечно, это приводит ко всем выводящим, исходящим последствиям в виде там слабости, набора веса, сомневости, отсутствия какого-то желания чего-либо, снижение полового лечения, нарушение эрекции и прочих проблем. Но ещё очень важно, также нужно описать о том, что есть ряд изменений, которые мы знаем только на бумаге, да, то есть мы знаем, как анаболики влияют плохо на сердце. Там вообще четыре механизма есть, как они влияют на нашу систему сердца и сосудов. Но принципиально мы не можем сказать, что если у этого человека развивается там инфаркт, это однозначно вот анаболиков. Это, знаете, очень много факторов, которые влияют на развитие этой болезни, в том числе использование анаболиков. Влияние анаболиков, оно довольно обширное на печень, на сосуды, на почки в том числе, на эндокринную систему. Но, так сказать, что, знаете, это прям вызывает необратимые последствия. Если я так скажу, это будет только, наверное, половина правды, если не совсем там неправда. Смотрите, ну, к примеру, я решила поформить. Как правильно должно быть выставлен весь этот процесс? И на что следует обратить внимание? Ну, смотрите, прежде всего я хочу донести свою главную мысль, что я всегда против использования любых анаболических андрогенных стероидов. Да, вот это очень важный такой момент. Если наш там потенциальный спортсмен решил это использовать, то здесь речь идет о том, что вы должны проводить определенные чекапы по анализам, то есть контролировать свое обследование, свое состояние, то есть обследоваться, сдавать анализ крови, смотреть, как происходит сейчас, и какое изменение происходит там по липидам крови, потому что если мы используем там тот же тестостерон, например, или оксандролон, неважно, да, это все приводит к нарушению липидного обмена, то есть повышается плохой холестерин, который приводит к тому, что образуется бляшка в сосуде, и кровь хуже к этому поступает. Мы должны следить в целом за состоянием крови, потому что любой анаболик приводит к тому, что увеличивается количество эритроцитов в нашей кровеносной системе, что увеличивает риск тромбов, да, тромбообразования, тоже очень важный момент. Если говорить вот простым языком, то это постоянное наблюдение анализа, биохимический анализ крови, клинический анализ крови, естественно, речь идет о контроле анализа на эстрадиол, потому что если мы колим тестостерон, то из этого тестостерона, который мы укололи, в организме превращается еще, появляется новый гормон эстрадиол, женский половой гормон, и его мы должны контролировать, потому что если его слишком много в организме у спортсмена, то отсюда возникают проблемы связанные с задержкой жидкости, с снижением там полового лечения, с развитием гинекомастии, это такое осложнение, когда развивается грудная железа у мужчины, вот, соответственно, за этими показателями мы должны очень внимательно следить, и, если честно, так вот сказать, то нужно принимать отдельно еще очень много различных препаратов, которые компенсируют негативное влияние этих анаболиков. В истории UFC было много примеров, когда бойцы выглядели как химики, но при этом ни разу не были замечены в употреблении, так скажем, анаболических вот этих, как бы, стероидов. Там, Ромео, Амбард, Хоста. Но я имею в виду, это, на ваш взгляд, это генетически, или все-таки правильно выводили, так скажем, из организма фарму? Понял вопрос, смотрите, я считаю, что спортсмены такого уровня, естественно, они имеют в своем штабе диетологов, нутрициологов, там, правильных, так, людей, которые подсказывают им моменты по восстановлению допустимыми препаратами, то есть то, что не запрещено в АДА, да, вот, если мы говорим об использовании анаболиков, не попался, не попался, мы не можем, скажем так, использовать какие-то препараты для того, чтобы улучшить выведение этих препаратов из организма. Это очень важный момент, потому что метаболиты, они, скажем, могут находиться в организме очень долго. Но есть отдельная история, связанная с тем, что есть так называемые дизайнерские стероиды, то есть химики, они делают новый определенный стероид, который сейчас ВАДА не знает, как определить. И, соответственно, можно его использовать для того, чтобы улучшить свою, там, позицию тела, физические, там, какие-то критерии, и, соответственно, снижается риск того, что вы будете, скажем так, замечены в употреблении допинга. Ни в коем случае не вычискать, что там Ромера, например, использовал данные препараты, но, тем не менее, это как вариант может быть. Следующая история, это, опять-таки, с использованием пептидов, да, то есть это то, что невозможно четко определить, хотя, в правильности ради, можно сказать, что эффективность этих пептидов в сравнении, там, с анаболиками, она, конечно, очень-очень низкая. Естественно, следует учитывать и генетику в том числе, потому что, ну, все-таки люди, которые пробиваются в спорт выше достижения, это генетически одаренные спортсмены, какими бы там пахарами они бы не были. То есть я думаю, что, может быть, и использование каких-то суперновых, там, анаболических препаратов, которые ВАДА не знает, ну, а часть-то генетика, питание, восстановление, да, это однозначно очень важно. Понятненько. Ну, смотрите, так как мы занимаемся сейчас такой дисциплиной, как голые кулаки, понятно, что этот вид спорта, он, да, зрелищный, кровавый, травмоопасный. Здесь нет допинг-тестов. Как вы вообще смотрите на этот момент, могут ли спортсмены прибегнуть к фармакологии, тем самым себя улучшить, да, и, возможно, там, заживление, травм будет гораздо быстрее, да, там, восстановление, потому что, ну, здесь травмы просто пацаны сыпятся. Насколько все-таки фарма, она улучшит, так скажем, сохранит их мышечный корсет, костный, так скажем. Хороший вопрос, смотрите, да, в целом, это выбор любого, ну, скажем так, выбор любого человека, да, принимать или не принимать, это его решение, не собираюсь на это никаким образом сейчас влиять, но, тем не менее, хочу объяснить, что по большому счету это действительно может нанести как вред, так и принести пользу. Пользу в том плане, что если у человека имеется травма, ну, например, перелом какой-нибудь кости, там, кисти и так далее, то есть препараты, которые раньше вообще мы использовали для лечения сочетанной травмы, там, тазом, например, да, это, там, ретаболил препарат, который улучшает заживление костной ткани, что само по себе даст фору любому-то спортсмену в восстановлении, то есть, да, конечно, рассматривает вопрос с точки зрения использования препаратов как для восстановления, действительно, это может быть, и это польза будет от этого. Насколько это поможет избежать травму? Ну, на самом деле, здесь наоборот. Использование фармакологии подразумевает, что вы должны эту форму вырабатывать, то есть, вы должны тренироваться в зале усерднее для того, чтобы это пошло вам на пользу. Если вы работаете на пределе своих возможностей, риск получения какой-либо травмы увеличивается. В особенности, если вы используете препараты, например, там, стонозолол. Это очень часто используется для получения сухой мышечной ткани, но из-за того, что там происходит снижение эстрадиола, есть еще и момент повреждения связочного аппарата. А связка должна быть эластичной, и если на моменте подготовки происходит ее повреждение, то, соответственно, боец выбывает из подготовки и дальше уже, соответственно, восстанавливается другим способом, хирургическим, например. То есть, с точки зрения того, что это, знаете, профилактика травмы, здесь я не могу согласиться. С точки зрения победы, да, однозначно. То есть, история допинга, она вообще начинается с античности, да, то есть, там использовали разные препараты для того, чтобы растимулировать себя. И судя по тому, что этот вид спорта, он, знаете, такой очень динамичный, и во многом, скажем так, большую роль играет то, как ты начнешь этот бой, да, там первые минуты, то, конечно, уровень агрессии играет очень важную роль. И если человек использует анаболики, то уровень агрессии у него, конечно, значимо повышен. Он более агрессивный, более заряжен. Да, естественно, он может, это может привести к тому, что он может победить, и это даст ему определенную форму. Это однозначно. Смотрите, вот гормон роста, все чаще слышу об этом препарате. Для чего этот препарат? Является ли он... Смотрите, гормон роста, да, это относится к препаратам, которые улучшают работоспособность нашу и производительность. Вот, так что, да, это мы относим к фармакологии. Это не относится к анаболическим андрогенным стероидам, то есть, это пептидный гормон, совершенно другой вид гормона. Что он делает? По сути, он увеличивает доступность именно кислоты в мышечной ткани. То есть, он делает так, что мышца восстанавливается более активно, легче, и вы переносите нагрузки намного проще, чем без этого. Насколько он улучшает выносливость, это очень спорный вопрос. Дело в том, что исследования, которые проведены на спортсменах, показали, что он увеличивает количество лактата, то есть, это вещество, которое образуется в средстве мышечной работы, что, в принципе, не очень хорошо для спортсмена, который занимается скоростно-силовым видом спорта, ну, например, боксом, да, это не то, что необходимо. То есть, он, вероятнее всего, устанет быстрее, чем другой спортсмен. Но он уменьшает количество жира, он влияет на восстановление и улучшает суставно-связочную систему, да, аппарат. Поэтому, в целом, данный препарат можно рассматривать как препарат для улучшения вот этих вот моментов, которые я описал, но опять-таки хочу объяснить, что есть еще и негативные последствия этого гормона роста. И сейчас очень много спекуляций на эту тему, и одной из этих спекуляций является развитие рака. То есть, колледж гормон роста, здесь, соответственно, есть риск рака. Еще самая там бесполезная история – это пойти сдать перед гормоном роста онкомаркеры. Принципиально, эти онкомаркеры, если они сейчас у вас повышены, это означает о наличии опухолей. Они не используются как, знаете, прогностический критерий. То есть, вы сдали онкомаркер, он у вас не повышен, значит, рака у вас и не будет. Если вы хотите это контролировать, то нужно сдавать детенкомаркеры на фоне использования гормона роста. Это хотя бы логичнее, да? Вообще, откуда взялась эта история с гормоном роста и рака? Есть отдельная категория людей, это акромегалия, да, люди с акромегалией – это болезнь, когда вырабатывается свой собственный гормон роста в большом количестве. Так вот, у них имеется четкая взаимосвязь с развитием рака толстого кишечника. Но мы не можем сравнивать больного с акромегалией и спортсмена, который бы принимал 3-4 единицы на 3 месяца этого гормона роста. То есть, принципиально, связь она имеется, но для того, чтобы мы ее доказали, ну, скажем так, мы должны проводить кучу исследований. Пока что это не доказанная история. Чисто в теории, да, возможно. Но, на самом деле, очень-очень скептически к этому отношусь. Еще очень частая история – это диабет, да, потому что говорят, что вот там инсулин, там нужно подкалывать с гормоном роста. Этого делать вообще не нужно, потому что инсулин – это тоже анаболик, это очень мощный гормон. И его очень часто используют в бодибилдинге для того, чтобы увеличить мышечную массу, да. И он хорошо работает, он заталкивает углеводы в мышцы, делает их более наполненными, вот, плотными. Это все круто, это все хорошо, но это один единственный гормон, который может привести к тому, что может произойти летальный исход. Поэтому инсулин мы вообще давайте в сторону берем, никогда в жизни мы к нему прикасаться не будем. Вместе с гормоном роста его тоже использовать не стоит. Вот, поэтому развитие диабета на фоне гормона роста – это тоже, знаете, такая казуистика. Нужно колоть, наверное, по 20 единиц в сутки, лет 10, чтобы это произошло. Все из-за развития инсулинорезистентности. Ну, такая очень сложная история, сейчас не будем об этом. Можно ли при помощи препаратов увеличить выносливость? Возможно, меньше уставать в бою и лучше дышать? Однозначно да. Да, то есть некоторые виды анаголиков приводят к увеличению выносливости, к восстановлению, скорости восстановления. Но есть особенность. Есть один препарат, называется он тренболоноацетат. Есть определенный вид стероидов, это производный 19-го тестостерона. Он может приводить к тому, что у человека появляется одышка, то есть еще сильнее человек устает при физнагрузке. И, естественно, данный препарат абсолютно не может рассматриваться в рамках спорта, бокса, голых балаков и так далее. То есть это нужно учитывать. Принципиально для восстановления мы можем использовать различные биодобавки, макронутриенты. То есть это более безопасно и этого будет в принципе достаточно. Я предлагаю вам, если что, если будет вам интересно и интересно вашим зрителям, мы можем разобрать некоторые биологические активные добавки, там, БАДы, макронутриенты более доступны. Потому что фармакология такая, знаете, очень темная история и хочется от нее дистанцироваться. Но есть вещи, которые мы можем себе позволить абсолютно безопасно. Да, это как раз-таки там различные БАДы, там, макронутриенты, добавки и прочие вещи. Я думаю, что это можно было бы обсудить. Ну да, я вот тоже про то, чтобы, если прибегают фармакологи, чтобы это было правильно, а не уничтожали себя, да, там, как спортсмена, как личность. Вот. Есть ли какие-то возрастные категории, да, возможно, там, к примеру, с 18 лет, до 18 лет никакой фармакологии, никакого гормона роста, либо нет каких-то критерий? Смотрите, таких ограничений у нас, конечно, нет. Вот исследование, которое я провел, у меня получилось так, что большее количество людей, которые используют анаболики, это оптимальный репродуктивный возраст. То есть, это мужчины, которые могут иметь самый высокий шанс иметь потомство сейчас. А анаболики влияют на качество сперматозоидов, на спермограмму, и качество потомства может ухудшаться. Это нужно учитывать. Поэтому, если, ну, грубо говоря, очень грубо говоря, если у вас нет детей, и, например, вы планируете беременность, там, в ближайшие 12 месяцев, к анаболикам притрагиваться невозможно, не нужно, потому что это приведет к последствиям. По поводу гормона роста таких ограничений нет. То есть, я не могу сказать, что 17-летний парень там более подвергается каким-то риском, чем 35-летний мужчина. У 35-летнего мужчины может быть выше, скажем так, шансов развития осложнений, потому что он прожил уже подольше. Организм уже не такой гибкий, как этого молодого парня, который начал использовать эти препараты. Тем не менее, да, это может быть. В любом случае, хочу четко еще раз обозначить свою позицию, что я против использования этих препаратов. Вот, но от этого мы никуда не денемся, так или иначе люди будут это делать. Если дать вот такой вот совет молодым ребятам, да, если вам до 22 лет, если у вас нет детей и планируете, скажем так, в ближайшее время беременность, я бы рекомендовал от анаболиков воздержаться. Это однозначно. Если взять двух равноценных бойцов и одного прокурсить, а второй будет просто на собственных ресурсах тренироваться, на сколько процент бою возрастут шансы, соответственно, у первых, которого мы, соответственно, прохимничали. Смотрите, тут главное для начала понять, какой уровень был у этих спортсменов, если, соответственно, у нас перед нами, если одинаковый он, если одинаковый уровень, то да, вероятность того, что спортсмен, который использовал какой-нибудь допинг, будет более агрессивным, выносливым, естественно, есть для этого допинг и используется. То есть в процентном соотношении сказать это невозможно, то есть нету таких исследований, но это однозначно, то есть шансы в бою намного выше, когда вы используете любой тип допинга, это совершенно однозначно. Но опять-таки есть такая штука, как характер, есть генетическая предрасположенность, одаренность, которую мы тоже должны учитывать и которая, кстати, очень часто может превысить любое воздействие допинга. Это тоже не нужно убирать со счетов. Любой фармакологии. Ну и, соответственно, резюмируя все выше сказанное, что посоветуете, так скажем, спортсменам, которые все-таки решили прокурсить? На что главное обратить внимание? Коротко, вот прямо в двух словах. Окей, первый вопрос. Задайте себе вопрос, зачем вам это надо? Второй вопрос. Задайте вопрос, достигли ли вы своего физиологического предела или вы сейчас просто используете это как читинг? То есть для того, чтобы улучшить сейчас там временно свою композицию тела или качество, мускулатуру или скорость? То есть отвечая на эти три вопроса, я думаю, что если на какой-нибудь из вопросов вы ответили, нет, я не достиг какого-то своего предела, вам не нужно использовать препарат. Это первое. Второе, я бы рекомендовал, если вы все-таки решили использовать, то делать это то, чтобы с умом, но ответственно, то есть сдавая анализы, принимая ряд таблеток, которые снижают вероятность развития осложнений, вот, ну и соответственно делать это хотя бы вот каким-то там более-менее медицинским таким вот наблюдением, чтобы если что своевременно вам подсказали, чувак, прекращай, хватит, ты уже навредил, остановись, надо это прекращать. Николай, ну спасибо, так скажем, за информацию, я думаю, вы максимально довели до наших слушателей, чем отличается фармакология, для чего она нужна и почему к ней прибегать не нужно. Надеюсь, дальше, если поступят какие-то вопросы интересные, мы с вами, соответственно, уже на эту тему более, так скажем, углубленно поговорим. Хорошего вам дня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА